История современного Маугли. Трёхлетняя девочка без имени и фамилии растёт в селе Абабково. Ребёнок нигде не зарегистрирован и вынужден каждый день находиться среди буйных пьяных родственников. Тревогу забили местные жители, которые пригласили нашу съёмочную группу. Сколько вам будет? К вам. Хочется. Так. Галь. Чего? Галь. Чего вам надо? Чё, чё надо? Наталья? Наталья, да? Наталья! А ты кто? Это... Чё надо? Чё надо? Это моя мама. Да пошёл ты нахуй, блядь, светить-то меня! С***. Ху**ла, е***ла, блядь. Светить хочешь? Да, блядь. Заслиг сейчас пока, не е***ла, блядь. Вы выпивали? Да, выпивала. А тебя? Спрашивала? Денег дали. Ху**ь, блядь, с меня. Ху**ь, ты светишь, блядь. Доткнись, блядь. Е***ю, блядь. Ху**ь, блядь. Ху**ь, блядь. Уйди, сказала, отсюда, блядь. С***ка. У меня уйди, блядь. Ху**ь, блядь. Уходи, блядь. Ты будешь тебя в полицию вызовешь? А мне по***ю, понятно? Ху**ь, блядь. Да, выпивали сегодня все. Потому что, как сказать, сегодня у моей дочки день рождения. Вот мы выпили. Очень часто пьянка. Здесь пьянка-гулянка. Как они питаются, я не знаю. Когда ребенок последний раз кушал? Сегодня. Чего ты, блядь? Чего ты начинаешь? А? Чего начинаешь? Когда кушал-то чего? Все ест! Не работают. И до колхоза не работали. На чего живут, не знаю. Но пить часто пьют. Принимают всех. Кто идет с вином, принимают всех. Ты когда последний раз кушал? Домой, папа. Домой, папа. Куда домой ты пошла? Дима, какая улица там спит? Дима. Кто спит там? Дима спит. Дима спит? Да. Почему вы курите в комнате, где находится ребенок? А сегодня дождик. Стаканы стоят. Как вы считаете, это нормально, ребенок все это видит? Да пусть светит мне какая разница. Я прилег просто. Скотины еб***ь, блядь. На! Давай! Может, за голой? За жопой тебе надо! Давай, заснимай, блядь! Давай! Внимание не уделяют. Общее воспитание не занимается. Что это? Ребенок спрятанный в квартире, в грязной. За свет не платят. Газ отключили. За воду не платят. У их везде долги. Уж какую-то копейку увидят, если заработает, им надо ее пропить. Алкоголь каждый день в доме? Нет. Ну, неделю бывает. По три дня. Ну, чтоб каждый день, это вы у бабушки и с дедушкой спросите. На, вот! Да, да, да. На! Не п***ь! На! Еще надо! А папа в нижнем, как говорится, с другими девочками развлекается. Я уже ездила в нижний и опять приехала сюда. Сколько денег сюда не давала, и все равно нету этих денег. Так, Наташа, молчи, не разговаривай. Вот, видишь? Мы прибираемся. А что толку? Что толку здесь прибираться? Тут хотя бы чистота была. Никогда здесь не будет чистоты. Здесь хоть делай ремонт на ремонт. Как выяснилось позже, органы соцзащиты давно держат на контроле эту семью. А вот о существовании трехлетней девочки узнали совершенно случайно. К сожалению, семья как таковой на учете у нас не состоит, потому что она вообще здесь не проживает. Мы, ну, наверное, вот этот вопрос уже до конца как бы и не пролешали. Но я думаю, что после вот этого сигнала мы обязательно постараемся принять, ну, уже другие меры более конструктивные. Вплоть до изъятия ребенка. Несмотря на то, что у ребенка нет ни фамилии, ни имени, ни отчества на сегодняшний день. Мы пытались по сотовой связи найти ее гражданского мужа. Но, как оказалось, этот сотовый телефон принадлежит нескольким людям, которые у нас находятся на заработках из Узбекистана. После беседы с нашей съемочной группой ребенка все же отправили в больницу, где провели его обследование. А мать убедили пройти лечение от алкоголизма. Музыка Музыка Музыка